Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и мы продолжаем проходить хасл, хасл. Так, Эльвира родила ребенка у меня, да? Понятно, плюс 43 к опыту. О, ребята, поздравляю, у нас замок 15 уровня. Так, статистика наша. На меня тут нападали, ну да ладно. А здесь у нас что? Ровным счетом ничего, ага. А, я могу забрать подарочек. Падла, 32. Давайте глянем, что у нас за подарок от него. Сундучок. 750 и 1250 еды. Ну что же, неплохо. Так, тут у нас все нормально. Забираем свои кристаллы, честно заработанные. Вау. Ёлки-палки, 126 тысяч. Золотых у меня, вот это новость. А нужно 240. А здесь 150. Ну, кстати, 150, мне кажется, накопить намного легче, чем 240. Так, ну что же. А, тут вот что. Нужно улучшать даже. Но у меня не хватает маны. Слишком много ее нужно. А чтобы улучшить, они заполнены. Да куда ты жмешь? Не то. Ага, вот. Запас. Слишком, слишком маленький у меня, ребята, запас по мане. О, еще ребеночек родился. Ева. Ну что же, хорошо. Давайте пойдем сбегаем по карте и найдем кого-нибудь, на ком можно заработать деньги. Расставляем по местам нашу магию. Как вы знаете, я люблю фаерболы, поэтому только их и делаю. Так, это замена у нас будет. И на очереди у нас Яко. Ну-ка глянем. Ну что же. Я не завидую тебе, конечно, братишка. Но такова твоя участь. Мне нужны деньги, прости. Так. Ничего себе, он там подхиливается у нас, оказывается. Но это его не спасает. Это естественно. Ну что, маленько мы прибавили. Плюс взяли маны. И все отлично. Так. А почему у меня вот этот вот ходит просто так, без дела? Мне вот это очень интересно. Собираем все, что подкопилось за этот маленький коротенький период. Больше я пока сделать ничего не могу, да? Хотя вру. Бассейн маны можно улучшить. Отлично. Это нам пригодится, ребята, в дальнейшем. Для улучшения наших боевых способностей. Магических, естественно. Так. А вот этого парнишку, наверное, надо куда-то пристроить. Куда? Ну-ка иди-ка сюда. Будешь у меня тренироваться. Наверняка-то у меня еще слишком слабенький. Ну почему же? Восьмого уровня он, да? Так. Давайте ему воткнем какое-нибудь оружие. Топорик, например. Нет. Топорик не получится. А вот это даже вполне. И какую-нибудь броньку. Надо только найти подходящую. Нет. Слишком велика для тебя. А вот это в самый раз. Так что носи, браток. И качайся. Забираем кристаллы. Опять денежку. Довольство. Давайте глянем, что у нас тут еще есть. КВС 12 уровня. Давайте сделаем разведочку. Ммм. 5.763. Немножко крупноват для меня. Ну, если подумать, все равно можно было бы попробовать. А здесь? А, ну это та же карта. Не туда я попал. Так. 14.15. Слишком, ребята, здесь, по-моему. Опа-на. Почему такой слабенький? Надо это... Ааа. Нельзя нападать на замок, пока его владелец в игре. А вот это вот что-то новенькое. Я этого не знал. Ну, значит, пока я буду играть, на меня никто не сможет напасть. Ну, а ты как у нас поживаешь? Ой-ой-ой. У него уже 4 бойца. Это уже серьезный противник. Значит, он раскачан намного лучше. Ну, а тут у нас Хики, Призрак и Гнев Гигантов. Гнев Гигантов. 6.382. Многовато. А Хики как у нас поживает? 7 тысяч. Мощи. Тоже слишком большой для меня. Что ж такой не фарт, а, ребятушки? Окружили меня одни великаны, так скажем. Ну что же, мы все равно не будем отчаиваться. Нам это ни к чему. И будем как-то продвигаться по нашей служебной лестнице. Карьерной даже, я так сказал. Ребята, есть предложение сделать небольшой перерывчик. Давайте, буквально на секунду. Всем привет. Ну что, ребята, продолжаем. Секунда пролетела у нас, как вы знаете, очень быстро. И я надеюсь, у нас что-то новенькое появилось. Так, боец девятого уровня у нас устал. Быстро он качается. Забираем, естественно, все яблоки. Ну, мана у нас полная, поэтому пускай пока стоит. И, наверное, изучить-то мы ничего не сможем. Потому что магию я не использовал. Причем зря. Ну-ка. Чтобы улучшить магию, нужно 55 тысяч маны. Ну, это не беда. У меня строится бассейн. Так что скоро у нас будет прибавка по мане. А вот этого бродягу мы обязательно раздолбаем. Идите-ка сюда, ребята. Я обожаю бить орков. Я считаю, это самые легкие противники. Потому что деревья и там всякое тому подобное не особо мне нравятся. А это самое то. Практически как люди. Так, даже ничего не потратил. Но зато получил сундучок, что не может не радовать. Так, собираем. И глядим, что у нас попадается. Что ты нам дашь? 2754. Ну что же. Это тоже, ребята, неплохо. Довольно неплохо. Ваня, 10 уровень. Извини меня, Ванюша. Но, по-моему, придется... Смотрите, 10 уровня. А мощь-то прилично. Поэтому со шмотками тут абсолютный рандом. А вот этих вот надо наказать. Даже не буду подлечиваться. Иду прямо в бой. Хотя вы помните, что был у меня горький опыт, когда я не подлечился. И из-за этого чуть не погиб. И говорил, что я больше так делать не буду. Но здесь я почему-то был уверен, что все будет у меня отлично. Так оно и выходит. Опять же, я получаю сундучок свой законный. Так, давайте-ка здесь глянем. Что у нас? Так, 5630. Ну, я даже не знаю. В принципе, можно было бы попробовать. Манна у меня все-таки есть магия, точнее. Ну что же, давайте отправим моих бойцов, наверное, подлечиться. После очередного боя. Так, что, соберем, наверное, плюшечки. А, Ева у нас, смотрите, ходит без дела. Надо ее, кстати, куда-то приспособить. Так, ну ладно, ребята, пускай лечится. Так, давайте соберем яблочки. Вот это все. Так, где у меня там? Маг стоит в горном одиночестве. Нет, не это мне надо. Что такое там опять произошло? Опять какое-то сообщение. Ева, давай мы тебя отправим к поварам. Будешь у меня приносить доход. С яблоками у меня проблема. Точнее, с едой. Этих мы, ребята, возвращаем. Так, а что, интересно, можно мне Еве надеть? И вообще, есть ли у меня что для нее? По-моему, поварского костюма у меня больше нету. Да. А этот у нас на деньги. И эта подвесочка у нас для денег. Значит, она у меня будет пока просто так стоять. Откроем сундучок. И там... И там у нас роба на лучника, да? Ну-ка. 18 уровень. Давайте-ка глянем моего лукаря. Где он у меня находится? Так. Лукарь у меня... Вот. И сравним броню. Опа-на. Ребятушки. Естественно, мы ее надеваем. Теперь у нас лучник более-менее усилен. Что не может не радовать. Ну, а мы отправляемся с вами опять на карту. И смотрим. Ну, что я могу сказать? Этих ребят можно, в принципе, завалить. Но немножечко попозже. А сейчас мы с вами глянем. Так. Гнев гигантов. Может быть, все-таки рискнем? Мы ничего не теряем. А если победим, то будет просто хорошо. Так. Магия у меня есть. Ну-ка, идите сюда. Поленья. Деревяшки березовые. Мне как раз нужны дрова для растопки камина. Так. Вроде бы пока неплохо. Краса держится. Так. Маг. Ты, главное, только не упади у меня, пожалуйста. А? Только не упади. Ага. Молодец. Все. Хорошо сработал. И мы побеждаем здесь. Это хорошо. Это просто отлично. 2000 золота плюс сундук. Молодцы. Идите, подлечитесь. Вы это заслужили. Так. Что у нас опять? Яблоки. Так. Ну что, давайте глянем. Что у нас тут выпадет? Опачки. Ребята. Костюмчик для казначея. Как раз то, что надо. Потому что у меня девочка. Она, как вы видели, стоит еще в самом начальном костюме. Можно одеть? Вполне. 168 деньжат в час. Я думаю, что это вполне годный костюмчик для нее. Поэтому его стоит, соответственно, надеть. Так она приносит вообще ничего. А так будет денежка капать к нам в казну. Так, хранилища заполнены. Ёлки-палки. Так. Оп. А, нет, ребята, нет. Я ошибся. Я думал, что этот костюмчик лучше. Ого. У нас еще пополнение. Ребята, смотрите. Дети рождаются как на дрожжах. Это же просто великолепно. У меня еще четыре человечка можно сделать. Боец мой получил уровень. Это тоже очень замечательно. Поварят, вы как здесь? Нормально? Нормально. Казначей тоже рулят. Можно, в принципе, прогуляться на карту, да? Давайте-ка вернем своих ребят обратно. Сколько там еще? Два часа. Может быть, ускорить, а? 61 кристалл. Вот так-то оно будет лучше. Меня это радует. Я люблю, когда у нас все апгрейдится, улучшается. Замок наш укрепляется. Так, с манной что? С манной у нас нормально. Тут нужно 240 тысяч. Блин, 240 тысяч. Да, печалька, конечно. Зато, смотрите, у сейфа 700 тысяч будет на следующем апе. Обалдеть. Ну, тут нужно еще дерево. Ну, а дерева у нас пока нет. У нас даже нет завода, который может это добывать. Ну, все это будет у нас в скором времени. Так, что у нас тут? Трон из зал пятого. Уровня тоже, кстати, надо будет его скоро апать. За 150 тысяч, если я не ошибаюсь. И тут еще, елки-палки, казарма. 200 кусков золотых. Где же я достану таких денег-то, а? Долго мне придется копить. Ну что, в этот момент мы давайте глянем карту. И кого я здесь вижу? Логово Шрума. Слушайте, у меня давно по нему руки чешутся, поэтому я предлагаю на него напасть. Добавляем, естественно, свою магию. Так, делаем замену ей. Ох, сейчас я чувствую, получим мы с вами. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поехали. Ребята, поехали. Фух, ну с богом, как говорится. Так, ага. Вышел с какой-то сферой внутри. Ох, елки-палки, еще какие-то деревья маленькие выбегают. Причем отравляют. Ой-ой-ой-ой-ой, моя краса уже почти разбита. Упала. Давай воскрешай быстрее. Отлично. Молодец, Макс, работал на все 100%. Тихо-тихо-тихо. Да воскреси ты эту. Блин, не может. Сейчас его убьют и все. И я... Ёлки-палки. Как... Ох, есть, ребята. Мы победили этого шрума. Лучник Молочага просто сделал финальный удар. И ты тоже подвел меня. Бесполезное бревно. Повелитель бездны орет. Я слишком стар для всего этого. Брат, у меня проблемы. Ты поможешь? Мы же, братья, и понимаем друг друга без слов. Я утоплю в лове эту мелюзгу, которая мешает тебе. Огненный барон Аргоний. Ну что ж, ребятушки. Дорогие вы мои. Мы переходим с вами в новую главу. А это очень хорошо. Знаете, почему? Потому что там будет новый шмот. Новые монстры. Да и вообще новое приключение. А то мы слишком долго засиделись на одном месте. 5 тысяч золотых получились за шрума. И сундук синий. Ну-ка, давайте глянем, что там у нас. Так, булава. Два костюмчика. Качество важнее количества. Но иногда количество тоже важно. Это говорит мудрец. Простите, милорд. Я углубился в философию. Сделайте улучшение казармы. И у вас будет на одного бойца в отряде больше. Спасибо тебе, мудрец. Ты хоть видел, сколько стоит это улучшение? Мудрый ты наш, а? Так, а здесь мне что показывают? Улучшить казну. 60 тысяч. Нет, это, конечно, все прекрасно. Но а для чего? А если я не хочу? Давайте заберем награду. В 2000 золотых. Что тут у нас еще? Постройте монетный двор. Нет, я лучше открою сундучок. И гляну, что там у меня. Опа-на, топор и 8 кристалликов. Это же замечательно. Булава. Выход есть называется, да? Нормальное название для булавы. Так, что я хотел? Елки-палки, я уже забыл. А, я же получил костюмчики там новые. И, по-моему, если не ошибаюсь, топор. Надо присмотреть ее. Точнее, его для моей красы. Так, что здесь нам? Ничего новенького нету? Так, монетный двор и кухня. Тут ни шиша нету. Ну, ладно. Пока мы перебьемся. Иди лечись, дорогой ты мой. Магистр кислых щей. Ты у меня на славу поработал. Так что тебе хвала. Ну, вот, ребятушки, и сравнение. Видно, да? Невооруженным глазом. Что топор, естественно, надо надевать. Ну, вот. Я себя уже чувствую намного лучше. А булава отстает. Так что оставим, пожалуй, мы этот топорик. Так, заберем монетки. Так, мана тут немножко подкопилась у нас. Так, а что тут у нас? Мы еще хотели что-то сделать, да? А, я хотел сходить на карту, поглядеть на новую локацию. Оп, уровень получил уже одиннадцатый. Растет как на дрожжах. Умница. Раскаленная твердь. А потом царство льда. Неплохо. Так, ну что же. Ой-ёй-ёй. Ну, вы знаете, ребята, я думаю, что пасовать не следует. А надо просто нападать. И я, в конце концов, хочу посмотреть, что там за мобы. И что они из себя представляют. Ну, а это мы можем только узнать в случае нападения. Так что давайте приготовим еще две маны. То есть маны, две магии. И давайте в атаку. Была, не была, как говорится. Так. Ага. Некроманты и какие-то огненные, я бы сказал, големы, наверное, да? На кобыкусе, магии моей. Ну что же, одного голема мы расплющили. Кстати, вот если посмотреть, не такие уже они и сильные. Ой, я бы сказал, даже вообще, ну, полувата. Можно так. Так, пять тысяч и сундук. Интересно, что в этих сундучках выпадает? Это же все-таки новая локация. Я надеюсь, там богатый ревард. Хотя это был обычный бой с мобами. На особо многого рассчитывать не стоит. Ну, все равно глянем. И получаем мы... Ого-го! Это что такое у нас? Хищная магия. 147 урона в секунду, да? Выглядит, конечно, прикольно. Но такое впечатление, что больно жидкое оно. Да и к тому же оно для мага. А я магу не хочу заменять посох воскрешения. 200 тысяч. Казарма третьего уровня. А у меня-то пока 88 кусков, ребятушки. 120 тысяч надо где-то еще заработать. А где ты их заработаешь? Какого лешего красава у меня делает в манне? Я не понял. Я ее вроде отправлял в лазарет. Отдает. А везде хочет схалтурить. Краса она и есть. Краса хитрая лиса. Ну да ладно. Сейчас пока она добежит, мы с вами немножечко прошвырнемся здесь. Ну, ребята 16 уровня. Мне их не побить. А вот Ваню можно было бы, в принципе, немножко потеребить. Ну, давай, краса, лечись быстрее. Так, казначей у нас опять там что-то недовольный. Забрали у него улыбочки. Ману собрали. Ну, и яблочки заодно заберем. Что она там? Как-то долго больно лечится, а? Ну, я надеюсь, что после апгрейда можно будет быстрее лечиться. Правда, я не знаю, сколько стоит. Но все, мы это узнаем. Ну что, Ванюша, дорогой ты мой. Встречай гостей с хлебом, с солью. Пришел к тебе и Рэй. Так, давайте заменочку. И атакуем нашего Ванюшу. Вань, как обычно тебе сразу говорю, ничего личного. Просто обычный фарм. Это ж все-таки игра. Надо понимать. Ого, а ты не такой слабенький, Ваня. Посмотри. Твои войны очень даже достойно сопротивляются. Если бы не воскресили бы мою сейчас красаву, возможно, ты бы даже победил. Так что я тебе сразу скажу, ты молодец. 5274 плюс манна. Ну что же, неплохой, неплохой. У нас, так сказать, неплохой ревард, хотел сказать. Неплохая у нас добыча. Вот. Тут еда, тут монетки. Все потихоньку, помаленьку у нас копится. Этот у нас тренируется. Один только лучник. У меня чувствует себя вполне уверенно. Никогда не ходит лечиться. А знаете почему? Потому что он всегда стоит в задних рядах. И я до сих пор этого не могу понять. Почему не маг стоит в задних рядах, а именно лучник. Как-то здесь немножко неправильно это сделано. Или я неправильно это понимаю. Ладно. Боу. Какой-то боу у нас. И 5,630 на вторжении. Да? И 5,494. Я думаю, сейчас ребята у меня подлечатся. И я пойду крошить орков. Точнее, я пойду крошить вторжение орков. 240 тысяч. Меня эти цены до сих пор пугают. И будет доступно то, что у нас уже есть. Ну, единственное, что, наверное, можно будет проапать. Я так понимаю. Так, ну что, вы вылечились. Давайте возвращайтесь в отряд. И мы с вами переходим на карту. А на карте у нас вторжение 2 и враги. Начнем, наверное, вот с этого паренька. Знаете, что мне еще смущает, ребята? У нас с вами кончается еда. Если она кончится, в принципе, можно будет смело заканчивать серию. Потому что без еды я сделать ничего не смогу. А ходить и ползать по замку просто так смотреть комнаты тоже вам не вариант. Будет приятно это смотреть. Так что нам как-то нужно добывать еду. Ой-ой-ой, а как это у меня маг-то упал? Эй, орки, вы как-то поаккуратнее, братки. Что-то разбуянились вы здесь. Причем не на шутку, а? Ну да ладно, главное, что мы их победили. Так, собираем все, что здесь осталось. Вы, естественно, идете на подлечку у меня. Отличненько. Давайте глянем, что нам дает сундучок. А дает он нам денежку. Ну что ж, деньги никогда не бывают лишними. Конечно, хотелось бы что-то новенькое. Костюмчик. Заклинателя. Это значит, что это надо будет смотреть по магу. Так, давайте. А ты что, родной у меня? Ну-ка, давай-ка мы тебе оденем костюмчик казначея. Чтоб ты хотя бы был на него похож. А то наперял на себя робу. И под казначея косишь. Так дело не пойдет. Вот теперь другое дело. Теперь ты красава. Истинный казначей. Ты меня радуешь. Так, ну а мы тем временем яблочки заберем. Это естественно. Так, родная Ева. А почему ты у меня вообще без всего? Давайте-ка. Нет, это на деньги. Это пахнет деньгами. Амулет этот тебе не подойдет. Эти у меня там воркуют, голубки. Это хорошо, между прочим. Они будут нам приносить потомство. И очень часто. Ну как часто? Так часто, насколько это возможно. А Евушка, тебе я, наверное, дам какой-нибудь лук попроще. Подберем тебе сейчас броню. Тоже попроще. Ты у меня какого? Второго уровня, да? И думаю, тебя надо отправлять, знаете куда, ребят? На тренировку. А знаете зачем? А за тем, что скоро, в скором времени, я открою еще одну ячейку для одного бойца. И мы, как говорится, заранее к этому подготовимся. Чтобы для нас не было этим каким-то там сюрпризом. Так, эти ребята у меня вылечились. Так, давайте мы, наверное, вернем мага тоже в нашу компашку обратно. И пойдем с вами посмотрим на карту. А на карте у нас... Ага, одно вторжение, один враг. Так, ну, я думаю, этих ребят разбомбить будет нам плевое дело. И за радость причем. Замена магии. Отлично. Побежали в бой. Как говорится, в бой идут одни старички. А точнее, бывалые. Так, тихонько, ребята. Какого лешего? Как вы так быстро снесли мне мага, а? Черт вас подери. Ну, за это красава вас накажет. И будет карать. Жестоко карать. Ну, все, добили. Молодцы. Ну, что же, возвращаемся с вами на базу. Сундучок мы получили. Теперь нам остается что? Только его открыть и глянуть, что нам там дадут. Дадут нам деньги. Ну, что же, деньги это тоже хорошо. Тем более, мы в них нуждаемся. 100 тысяч у нас уже накоплено. А осталось 50, по-моему, если не ошибаюсь. Или даже 140. Так, что мы здесь можем сделать? Да здесь нам, в принципе, ничего делать и не надо. Расставлять или менять свое расположение я пока как бы не намерен. Пускай все остается как оно есть. Ладно, закрываем это. И теперь мы с вами... Ага, давайте-ка глянем. Сарай. Вот, кстати, лесопилка, которая нам нужна будет для добычи дерева. Сарай какой-то. Ага, это для хранилища дерева. Шахта, чтобы добывать железо. Склад железо. Погреб, сейф, бассейн, манны уже у нас построен. Ну, что же, это хорошо. Я хочу мифический сундук. Я хочу хотя бы глянуть одним глазком, что это за эпический предмет из него может выпасть. Ну, что, ребята, у нас, я смотрю, еды очень мало. Нам даже не хватит ни на один бой. И я на этом буду закругляться. А с вами мы увидимся в следующей серии, ребятушки. Всем удачи, всем пока. До скорого, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok